Добрый день, коллеги! Как меня слышно? Как меня слышно-видно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. О, отлично! Традиционные плюсики. Рада видеть. Поздравляю вас с началом очередной недели, которую мы проводим в том же самом дистанционном режиме, к которому мы уже привыкли практически все, в общем-то. И в котором есть масса больших плюсов, в частности те, что мы можем замечательно встречаться и общаться вот так в онлайне, собственно, параллельно с чем-то и, собственно, никуда не надо ездить. И это приводит к тому, что мы общаемся чаще. И общение проходит легче. Я надеюсь, еще и с большей пользой. Хотела бы очень надеяться. Я вижу, что народу сегодня собралось многое. Спасибо вам большое за интерес к этому мероприятию. Вот. И я постараюсь соответствовать вашим ожиданиям. Итак, сегодня у нас такой вебинар с таким достаточно названием «Амбициозным технологией индивидуального образования». Ключевое слово здесь «технологии». Понимаете? Мы будем говорить о технологиях, которые, значит, можно использовать при образовании в онлайне, при образовании вообще, но особенно в образовании в онлайне. Вот. И здесь я буду рассуждать, взяла на себя смелость рассуждать на базе того, что конкретно делала я, что из этого получилось. Вот. И как, так сказать, можно рассматривать мой конкретный кейс, вот, в качестве какого-то такого учебного материала. Вот. Я последнее время, последние годы три часто использую собственное образование, как конкретный кейс для, так сказать, демонстрации той или иной технологии, того или иного явления. В общем, оказывается, это очень полезно. Я тоже вам советую на себя с этой точки зрения посмотреть. Итак, мой конкретный кейс. Так. Почему, собственно, сейчас актуальны стали технологии в образовании. Потому что сейчас стало реально учиться индивидуально. Не только учиться, но и продвигать себя за счет такого обучения. Продвигать себя и в обучении, и как в человеке, который может обеспечить обучение. Вот. И человек, который что-то с этого получает сам. Вот. Но при этом, за счет чего? За счет того, что появились огромные возможности. Раньше такого не было. Можно было рассуждать об этом. Это была, что называется, тенденция. А сейчас это уже стало вызовом. И мы реально, вот сейчас, каждый из нас, судя по состоянию рынка, так сказать, предложению, да, огромного количества того, что нам предлагается, и по тому, собственно, насколько это интересно бывает, и насколько это важно стало для всех, действительно стало возможно обучаться и нужно. И вопрос, собственно, стал, а как это делать эффективно? И вот, собственно, возможности. Я посмотрела на эту ситуацию, на свой конкретный кейс. Что я вижу? Массу возможностей. Мы можем выбирать, что? Цели обучения. Значит, основные дополнительные выходы. Я уже вам рассказывала, что можно не только обучиться, так сказать, тематикой, тематике, которая вас интересует. В частности, значит, проектирование онлайн-курсов, да, создание какого-то контента и так далее. Значит, всему этому можно учиться в основном, но можно получить при этом и дополнительные выходы. В частности, обучиться английскому языку. Об этом уже, по-моему, третий вебинар я говорю. Вот. Поэтому у нас основных и дополнительных выходов. Можно выбирать тему. Значит, среди 13,5 тысяч онлайн-курсов, которые предлагаются сейчас на рынке, там только основных тем 20. Я имею в виду предметы. Места. Места, это, конечно, фигурально выражаясь. Места – это те порталы, те, значит, площадки, где вы будете учиться. Сейчас у нас, слава богу, и русскоязычных хватает, не говоря про, так сказать, глобальных. Выбирать можете разработчика. У нас уже есть цифровая лига плюща, так называемая. Это пул, значит, группа, или там, я называю это пулом, университетов, которых, онлайн-курсы которых зарегистрировалось больше миллиона человек. Вот, языка. Вы можете обучаться вообще практически на любом языке, вплоть до баскского. Вот, до свахили по-моему только еще нет. А так практически очень-очень многие языки. Ну, конечно, все охватит. Я не буду говорить про то, что охватит все, это несерьезно. Вот, но, соответственно, на языке есть. Так, документ можете получить любой. Можете окончить курс, программу, получить специализацию. Учиться можете в своем, собственно, темпе, ритме, формате. Можно, так сказать, короткие курсы брать, как можно длинные. Там есть даже где-то вебинарные, дистанционные курсы есть. И стоимость тоже может быть очень разная. И все это порождает такое вот ощущение массового воздушности. Но при этом есть ограничения. Какие? Да? Не хватает чего? Не хватает научной основы того, что мы делаем, хотели бы делать онлайн, не хотели бы получать. Понимаете, мы когда выбираем вот из всего этого многообразия, мы не очень понимаем, как оно с другим связано. Понимаете, можно пойти в цифроволе или ключа. Ну, в общем, сейчас мы рассмотрим то, как эти возможности взаимодействия. Не хватает целостности, целостного подхода не хватает. А что мне, собственно, надо в этом онлайне? Вот все сейчас бегают, лет пять назад был такой этап развития рынка онлайн-образования, когда все бегали, осваивали разные сервисы, друг другу об этом хвастали. Но сейчас уже, опять все бегают, но сейчас уже конкурируют, есть только потребители. Идет конкуренция за потребителя этих сервисов. Сервисов стало так много, что все стараются привлечь по максимуму к себе. Особенно вебинарные площадки, такие как уважаемая Дирк Медиа, в этом весьма, на мой взгляд, преуспела. За счет качества проводимых вебинаров и вообще правильного позиционирования себя на рынке. Так, но не хватает еще и поддержки. Иногда это техническая поддержка для обучения в онлайне. Да, бывают, но, как правило, сейчас хорошие образовательные продукты, они все интуитивно понятны, с ними стало проще, это стало практически нормой. Не хватает психологически часто поддержки. Вот сейчас, при осуществлении большого скачка в онлайн, выяснилось, что нашим онлайн, нашим преподавателям для успешной самореализации себя профессионально в онлайне не хватает просто психологической готовности, так сказать, уверенности в себе, и знаний, и привычки как-то к этому. Это же другая культура, это другой образ жизни. И очень часто не хватает знаний языков. Вот тема интересная, все прекрасно, надо бы ее. Но она на английском или на испанском. В общем, что-то надо учить. Поэтому вот это вот изобилие возможностей порождает некий ступор. Вот, как говорил Казима Пруков, нельзя объять необъятный, его действительно нельзя объять. И надо от чего-то, что называется, плясать. И вот благодаря возможности, предоставленной тем же Дерек Медиа, я, собственно, попыталась посмотреть на свое обучение с точки зрения, давайте вот мой опыт как-то сделаем отчуждаемым и кому-то его передать. Я поняла, что здесь, наверное, надо рассуждать термины технологии, собственно, какие технологии этого обучения. Обучение я использую. Вот. И я имею в виду сейчас собственный кейс. Да? Мы рассуждаем об этом. Вот. В терминах, так сказать, моего обучения. И какие технологии. И вот в терминах технология по определению. Нечто отчуждаемо, что можно кому-то передать, и он будет использовать это в другом контексте. Поэтому давайте я вам расскажу о том, какие технологии использую я. И я думаю, что вам это тоже, так сказать, понадобится и будет не бесполезно. Итак, какие технологии? Ну, очевидно, что если вы идете в образование, то вроде бы неплохо используют педагогические технологии. Вот. Но педагогические технологии, как выяснилось, во-первых, собственно, у нас не так много чего-то, что можно назвать, собственно, технологии образовательные. Я порываюсь в словах и так далее. Читаю учебы в учебниках. В общем, технологии определяются очень сложно в педагогике. Как некая совокупность методов, форм, там, так сказать, и средств, которые порождают такой определенный какой-то дидактический эффект. Есть так называемые монодидактические системы. Например, старше классно-ручная система. Но я сейчас не буду в это глубоко углубляться. Мне стало понятно, что как бы терминах педагогических технологий мое образование интерпретировать очень сложно. Мое онлайн-образование. Оно у меня обширное. Да, я забыла сказать, кто еще не знает, я закончила 30 англоязычных онлайн-курсов. После 30-го просто перестала считать. То есть где-то у меня, так сказать, под сутки, где-то в целом, если еще взять еще русскоязычный, то, наверное, так оно и есть. И я поняла, что в терминах педагогических технологий, мне мой опыт очень сложно интерпретировать. Но в последнее время, чем больше я занимаю, пытаюсь понять педагогические технологии, я сейчас руковожу магистратурой педагогической цифровой образовательной среде, тем больше я понимаю, что управленческие технологии очень часто помогают педагогике. Вот если вы занимаетесь образованием, то неплохо было бы полезно, на мой взгляд, очень часто полезно посмотреть на происходящее с точки зрения применимости, уместности в этом процессе, в этой среде управленческих технологий. Вот. Какие? Ну вот те же самые мапы, технологии маркетинга, финансового менеджмента, операционного менеджмента, управления человеческими ресурсами. Особенно последнее бывает полезно в образовательной деятельности. Так, ну и, естественно, психологически. То, что можно назвать психологическими технологиями. То есть это технологии мышления, прежде всего системного, творческого и критического. То есть вот таких термин, таких вот, собственно, групп технологий я и буду рассматривать свое образование. Итак, задача сегодняшнего вебинара – рассмотреть наше образование как процесс управленческий, прежде всего. То есть речь идет о выборе, освоении, о, так сказать, анализе. Ну не только, да, там рефлексии будет некое. Так, второе – рассмотреть индивидуальную образовательную программу как последовательность принятых образовательных решений. Смотрите, вот я тьютер, и вот с большим стажем и тьютер, собственно, тьютер – это согласно каноническому определению данному Межрегиональной тьютерской ассоциации. Это педагог, который сопровождает обучающегося в процессе проектирования и реализации последних его индивидуальной образовательной программы. Вот на это определение потом нанизывается масса всяких терминов, всяких моделей и так далее. Но реально, если посмотреть с той позиции, которую мы приняли для себя в целях данного вебинара, значит, можно увидеть, что ваша индивидуальная образовательная программа, то есть тот путь, который вы строите, то, как ваше образование в очень достаточно длительном периоде, до периода, чтобы назвать это не коротким, а отрезком на какой-то территории, вполне себе укладывается в определение того, что это последовательность принимаемых образовательных решений. Построить свою, вашу собственную индивидуальную образовательную программу – следующая задача. И хотелось бы при этом повысить качество принимаемых решений. Как говорят англичане, inform decision. То есть наши решения должны быть информированные, в буквальном переводе, а по смыслу – это обоснованные решения за счет каких-то свидетелей, за счет каких-то фактов и так далее. И хотелось бы, конечно, иметь высокую результативность, то есть степень достижения цели, ну и эффективность. То есть соотношение, значит, простите, соотношение выходов и затрат. Хотелось бы, чтобы последнее определяло. Последнее, значит, превышало, я имею в виду выхода, превышали то, что ваши затраты на ваше образование. Вот, смотрите, какой тогда алгоритм принятия образовательных решений. Итак, мы с вами обучаемся, мы хотим в онлайне. Мы хотим, ну, это не только в онлайне, а только к онлайну относятся, но особенно в онлайне, потому что в онлайне там большой выбор того, что мы можем, собственно, взять, да, в пользу чего мы можем принять решение. Итак, значит, так, так вот, первое, что мы должны для себя решить, если мы приняли решение как-то обучаться, это, а что нам нужно, да, какой у нас запрос, вот тьютерское понимание, термин тьютерство, это определиться с запросом, что, собственно, а запрос это такая, это такой, так сказать, совокупность наших амбиций, наших, так сказать, ограничений каких-то комплексов, то есть вот что у нас, так сказать, какой запрос у нас есть относительно образовательных. Как это можно выявить? Вот это выявляется с помощью как управленческих технологий, но я считаю их и тьютерскими тоже. Вот я привела несколько, значит, вариантов, собственно, проявления или прояснения для вас самих вашего образовательного запроса, что для этого можно использовать. Вот, например, калаш. Кстати, вот я хочу сказать, что я вам тут накидала, так, минуточку, возможно, я не все, я вам накидала здесь технологии, вы можете просто скачать себе те технологии, о которых идет речь. Я их буду упоминать, но вы можете их просто скачать. Это у меня такой подарок нашей аудитории на сегодняшний вебинаре, вы можете просто скачать себе описание этих технологий. Я не уверена, что я успела скачать калаш, но я обязательно это сделаю после завершения. Только напомните мне, пожалуйста, Таня Телегина, напомните мне, пожалуйста, о том, что я обещала технологию калаш, я это стараюсь сделать. Итак, не забыть. Итак, что такое калаш? Калаш – это когда вы просто садитесь и составляете для себя или для кого-то другого, вот это важное черпает технологии. Да-да, спасибо, Таня. Напомните. Так, значит, его образовательный запрос. Для этого можно действительно составлять калаш, 90-й калаш, или облако тегов. То есть облако тегов – это калаш из слов, мы знаем. Просто действительно, если это ребенок, то можно использовать картинки. Вы раскладываете перед ним некие картинки, вырезанные там из цветной картинки. Спасибо, уже есть книга, каких-то рекламных журналов, что-то еще. Есть карточки, кстати, очень много такого дидактического материала в книжных магазинах раньше хватало, сейчас, может быть, меньше. Я имею в виду, просто меньше стало печатной продукции, бумажной. И вы раскладываете карточки, предлагаете выбрать то, что он и более симпатичный ребенок, или кто-то, с кем вы работаете в этот момент, какие-то выбирают, интересующие его, допустим, области профессий, какие-то, или, значит, где он, университеты, в которых он хотел бы учиться. Вот, то есть вот такой вот, и вот это выбранные карточки остаются, фиксируются так или иначе на каком-то плакате, где-то еще. И в таком виде они там пребывают. И, значит, Анастасия Петровна спрашивает, как называется набор таких карточек. Вы знаете, посмотрите, у нас, ну, тут нужны, конечно, хорошие канцелярские магазины, там есть масса таких бедактических материалов, и там есть карточки по профессии. Понимаете, вот я своей внучке покупала такой наборчик, вот, там карточки по профессии. Вот, поищите. Цифровую версию таких карточек я не... их можно просто... цифровую версию можно самому создать из разных картинок, вот, которые скачаете из интернета. А текстовая версия – это вот облако тегов, которая здесь привела, облако тегов – это массовый онлайн-курс. Вот тема этого облака здесь... Так, где у нас? Вот, вот она. Ага, вот. Облако тегов. Массовый онлайн-курс. Массовый онлайн-курс, там какие слова с этим связаны, вот можно вот так вот сделать что-нибудь еще. То есть вы набираете некий, такой, пол-материал, из которого человек может выбирать, складывать в виде коллажа, так или иначе, такую смесь, и человек выбирает. Можно использовать технологию скрайбинга. Скрайбинг – это замечательные, очень симпатичные рисунки, но это уже требует, так сказать, хорошего умения рисовать. У меня это не очень получается. Вот, я не очень, я вообще человек, скорее, так сказать, я не визуал, я скорее в диал. Вот. Ну, есть еще замечательные такие технологии, которые я тоже считаю, на самом деле, может быть, как педагогические, но я их освоила первую. Они пришли к нам из менеджмента. Это технологии системного подхода. Например, системная карта, вот она здесь. Технологии, это описание есть в ресурсах, правила, нормы, так сказать, и требования, и так далее. Вот. То есть, системная карта – это, так сказать, моментальный снимок той системы, в которой вы сейчас находитесь, и в вашей внутренней среде, и в вашей внешней среде. То есть, система моего, как бы, вот, система, моя учеба, система учебы, да. Что туда входит? Вот туда-туда входите вы, туда входят ваши, так сказать, учебные средства, туда входят источники информации, которые вы используете. Вот, собственно, границы системы и так далее. Есть еще замечательные технологии, называется содержательная картинка. Но здесь вот в системной карте, там ключевой момент – это границы системы. Вот то, что внутри системы вы рассматриваете внимательно, то, что вне системы, за границами, вы, за границами, это то, что на вас влияет, но то, что не контролируете вы, то, что не контролирует вас. То, что за границами системы, это непосредственно, это вопрос влияния. Вот внутри системы, вот видите, вот тут толстая линия круглая, сейчас вот она, вот она системная карта, вот граница системы. Внутри системы это то, что непосредственно контролирует, то, что контролирует вы, либо контролирует вас. Причем у границы системы вещь искусственная. Вы можете провести, вы можете ее расширить, вы можете ее сузить. Это сильно влияет на те решения, которые вы принимаете. В качестве иллюстрации замечательного, вернее, наш, конечно, сериал «Доктор Хаус», где Хаус постоянно занимается тем, что расширяет границы системы, то есть рассматривает пациента как систему. Границы этой системы то расширяет, то сужает. Это позволяет ему принимать те нестандартные решения, которые он принимает. Еще замечательная технология – это содержательная картинка. Это, собственно, моментальный снимок вашей среды, в которой вы находитесь. Безотносительно того, что там, какие границы, что на что влияет. Потому что схема влияния – это другая технология. Так, и здесь вы просто фиксируете то, что в данный момент попало в поле вашего зрения. Вы сами, ваши друзья, ваши пройденные вами уже программы, эффективность этих программ, результативность этих программ, выходы от этого обучения, запросы ближайшего, что нужно сделать в ближайшем будущем. И в качестве примера, определения с запросом, я для себя сформулировала. Нужен курс для магистрантов программы тьютерства в цифровой образовательной среде. Вот у меня с таких вот магистрантов 11 человек. Они сейчас заканчивают второй семестр. Вот им нужен курс, который подошел им, значит, как тьютерам. И который был бы достаточно, для освоения не слишком сложным, потому что времени у них для освоения осталось, но не осталось практически на нашей сессии. И вот я определилась с запросом с помощью, в частности, вот этих технологий. Итак, дальше что? Дальше мы формулируем проблему. Я говорила, что мы смотрим на формирование индивидуальной образовательной программы как на цепь последовательств принимаемых образовательных решений. То есть сейчас мы попадаем уже в область... Да, сейчас мы встречаем технологии принятия решений. И принятие решений начинается с того, что мы формулируем проблему. И здесь у нас есть технология исследования границ. Это управленческая технология. Она у вас есть в ресурсах, вы можете ее оттуда скачать. Как вот эта технология работает? Она не только для образования работает. Вообще то, что я вам сейчас рассказываю, это тоже взятое из менеджмента. Но это, естественно, поскольку менеджер – это тот человек, который принимает решения. Это его, собственно, основная ответственность, основная компетентность. Так вот. Итак, первое, что нужно для принятия решения, нужно сформулировать проблему, относительно которой это решение принимается. Вот, значит, у нас какая проблема? Нужен курс для магистрантов программы тьютерцев в цифровой образовательной среде. Вот эта формулировка не слишком удачная, потому что, собственно, подразумевается, что... Просто я привела формулировку из предыдущего... Так сформулирован запрос. Вот. Формулировка, в принципе, проблемы должна содержать некий разрыв, нехватку чего-то. Так вот, здесь у нас хватает курса для магистрантов программы тьютерцев в цифровой образовательной среде. Мы ее записали и подчеркнули ключевые слова. Так технология нам ввели. Запишите начальную формулировку проблемы и подчеркните ключевые слова. Какие ключевые слова? Нужен курс. Да, какой-то... Так, для магистрантов. Какой программы? По тьютерству. Причем это тьютерство не просто от цифровой образовательной среде. Далее. Исследуйте каждое ключевое слово на предмет наличия скрытых предположений. Хороший способ сделать это, посмотреть, как меняется значение ключевого слова, если заменить синонимом или чем-то вроде. Давайте попробуем это сделать. Итак, нужен курс. Какие синонимы? Программа, модуль, тренинг, вебинар. То есть какой-то образовательный продукт. Для магистрантов второе ключевое слово. Если заменить его чем-то похожим, можем получить слушателей, программ повышения квалификации, программ переподготовки. Для магистрантов какой программы? Тьютерство. Тьютерство – это разновидность педагогической деятельности. Какие другие разновидности? Преподавание, обучение, сопровождение, наставничество. Цифровое ключевое слово. А какие еще бывают? Дистанционное, электронное, образовательное средство. А теперь посмотрим, как ли выбор ключевых слов влияет на значение формулировок в проблему. И подумаем, может быть лучше как-то сформулировать проблему, иначе. Так вот, в результате рассмотрения этих синонимов, то есть синонимов, а возможности замены ключевых слов чем-то подобным, мы получили. Нужен все-таки курс. Не программа, не специализация, не бакалавриат, не академическая программа. Скажем так, все-таки для магистрантов и слушателей программ повышения квалификации в перипо-профессиональной переподготовке. Почему я включила сюда слушателей ПК, ПП? Потому что у них вот этот курс наверняка, то есть такой курс, который бы вписался. И вот те 36 или 72 часа, которые обычно изучаются на вот такого рода программах. По какой теме? По теме тьюдорского сопровождения в различных средах. То есть на основании рассмотрения и применения технологии исследования границ, вот эта технология переформулировки проблем, технология исследования границ, она есть у вас в ресурсах, я переформулировала проблему. Итак, нужен курс для магистрантов и слушателей программ повышения квалификации в перипо-профессиональной переподготовке по теме тьюдорского сопровождения в разных средах. Теперь, какова цель нашего обучения? Вот здесь я привела тоже технологию целеполагания. Она взята из курса Кевина Вербаха «Гимификация», которую я изучала на Курсере. Это, собственно, такая технология, которая, на мой взгляд, наиболее конкретная. Она позволяет пошагово все сделать. Итак, как эта технология, какие этапы она включает? Смотрите, первое. Перечислить все свои возможные цели. Все. Вот тут вот не хватает, кажется, все. Любые, да? Дальше. Присвой каждой цели. Запиши это на бумагу. Присвой каждой цели приоритет и размести их в порядке бывания важности. Так мы имеем рейтинг в результате. Так, формируйте свои цели как можно более детально. Вот. Значит, что будет, если мы попытаемся применить эту технологию на конкретном кейсе? Вот тут я ушла от своего кейса, позволила себе отклониться от своего кейса. Так, коллеги, извините, я не отслеживаю вкладку «Вопросы». Ваши вопросы пишите, пожалуйста, во вкладке «Вопросы». Как правило, об этом забывают, но есть вкладка. Итак, смотрите, я приведу тогда кейс, где целей было больше. Просто они были хорошо в свое время сформулированы. И это кейс, который привел в своей письменной работе один из моих слушателей курса, моего курса геймификации. Он называется «Вовлекай, обучай». Я его давала в 2017 году на платформе. И кейс заключался в том, собственно, какой был кейс. Смотрите, привел его учитель школы, он участвовал в конкурсе «Учитель года». Это, так сказать, один из наших регионов, сибирских. И там, в этом регионе проводился конкурс «Учитель года». Учителя, конкурсанты проводили уроки. Проводили они в качестве учеников. Там присутствовали ученики школ окружающих, значит, округа этого. И потом эти уроки оценивались в жюри, соответственно. Для школьников это была дополнительная нагрузка. Им совершенно не хотелось сидеть на этих уроках. В общем, учителям, соответственно, тоже не очень хотелось их проводить. Не то что, ну, учителя на эту атмосферу реагировали, конечно, конкурсанты. Хотя и все равно, как бы, все делали хорошо и правильно. И такая вот атмосфера была не очень такая жизнерадостная. Значит, что решили сделать в результате организатора? Они решили этот процесс гемифицировать, вот это учебное событие, этот конкурс. Они поставили в аудиторию, в смысле, в коридоре, вот там, это, естественно, школа, там будут классы, где проводились уроки этими участниками конкурса. И в коридоре, в рекреации, не знаю, как у вас называется это пространство, были установлены столы, на них стояли кубки, такие большие чаши, и были разложены карточки с вопросами. Вопросы были по теме того урока, который только что был преподан, который только что был проведен. к тем или иным конкурсантам. Школьники после этого урока выходили в коридор, видели эти карточки, а карточки содержали вопросы по теме только что проведенного урока. Они на них отвечали, так как они поняли из этого урока. И карточки с ответом бросали в эти чаши. В результате конкурс, вот этот вот, значит, пример гемификации получил название «Школьники города Н и кубок знаний». Вот эти чаши выступали как кубок знаний. Какие цели ставили перед собой организаторы конкурса в результате, я имею в виду гемификаторы фактически. Они хотели, чтобы участники школы конкурса чувствовали гордость и удовлетворение от процесса результата. То есть нужно было поднять настроение. Чтобы школьники активно вовлекались в учебный процесс на уроках. Понимаете? Потому что там они просто отсиживали в исходном варианте. Школьники активно использовали знания, полученные на уроках. Чтобы они их познали, понимали, применяли. Вопросы были и на знание, и на понимание, и на применение. Понятно. Учителя активно применяли гемификацию на своих уроках. Это вот последствия проведения конкурса. Так, школьники сдавали бы ЕГЭ на 20% лучше, чем в предыдущем году. То есть максимально конкретно формулируем цели. Организаторы конкурса получали бы продвижение по карьерной линии. То есть все бы повысили свою категорию в ближайшие 6 месяцев. Тоже максимально конкретно формулируем интерес цели тех организаторов конкурса. Организаторы и участники... Секунду. Сейчас я просто буду показывать, что читаю. Организаторы и участники конкурса... В смысле, на конкурс привлекались бы еще больше... Вернее, чтобы учителя-конкурсанты участвовали в конкурсе повторно. Не менее 50% учителей участвовали бы в конкурсе повторно. Согласитесь, это достаточно серьезно. Значит, еще одна цель. Чтобы руководство регионов считало конкурс «Учитель года» полезным для развития региона. Чтобы школьники задавали вопросы учителям и друг другу. Как во время конкурса, так и после него. Чтобы школьники активно общались на переменах по поводу вопросов, которые они... по поводу тех тем, которые только что прошли на уроках. И которые содержались на тех карточках в рамках конкурса. Школьники наполняли кубки карточками с правильными ответами. Как видите, здесь этих целей много. И эти цели, собственно, отражают интересы самых разных, заинтересованных сторон, которые, в свою очередь, выявили. Могли быть выявлены при использовании системной карты, при использовании содержательной картинки. Вот для этого нужна и системная карта, и содержательная картинка. Чтобы дальше уже выявить эти заинтересованные стороны, отразить их цели, собственно, при целеполагании. Итак, мы перечислили первый этап. Это первые три этапа технологии. Мы перечислили все возможные цели, сформулировали их максимально, детально. Следующие три шага. Надо вычеркнуть те цели, которые не являются собственными целями, а средствами их достижениями. Отделить те цели, которые не приносят конкретной пользы для системы, для вас. В данном случае, если обучаетесь вы, то это вы. А если говорить о конкурсе, то это те цели, которые должны были привести к конкретной пользе организатора. И оставить пространство для расширения списка истинных целей, потому что новые или пропущенные цели могут всплыть позже. Так вот, если, опять же, посмотреть на этот кейс, школьники города Н и кубок знаний, то что мы получим, если мы выполним вот эти три последних этапа этой технологии? Прежде всего, если вычеркнуть те цели, которые не цели, а средства. Прежде всего, это то, что участники школы, вот конкурса «Учитель года», «Школа Учителя года» чувствуют гордость и удовлетворение от процесса и результата. Действительно, организаторы должны что-то при этом получать. Вот сейчас просто вкладка «Вопросы». Евгения Игоревна спрашивает, просит, на какой платформе можно пройти курс тьютерства в цифровой образовательной среде, можно ссылку, пожалуйста. Смотрите, тьютерство в цифровой образовательной среде – это не курс, это магистрская программа, это магистратура в МГПУ, Московский городской университет. Сейчас там набор идет, но боюсь, что этим набором буду руководить уже не я. Но у меня курсы по тьютерству есть, в частности, записи вебинаров, которые я проводила по тьютерству на Директ Медиа. Поищите меня, пожалуйста, в Фейсбуке или напишите мне на почту. Мою мобайл-почту я сейчас напишу тоже. А, есть, моя почта есть на слайдах. Посмотрите, сверху, верхний колонтитул, это верхний колонтитул слайда, там есть мой почтовый адрес. Напишите туда, и мы с вами за это по этому поводу спишемся. Итак, что мы получаем в результате? Убрав из этих целей то, что не цели, а средства их достижения. Убрав, вернее, убрав то, что не приносит конкретной пользы. Мы получаем, прежде всего, то, что организаторы хотели бы чувствовать гордость удовлетворения от процесса результатов. Это очень важная, на самом деле, цель, когда вы ставите цели, допустим, для какой-то образовательной системы, для себя, для вашего класса, для вашей группы, для вашей магистратуры. Вы себя никогда не забывайте, потому что у нас так принято скромничать в этом плане. А на самом деле, это, конечно, очень мощный драйвер, то, что нравится вам, то, что вы любите, знаете, вот там вы обязательно преуспеете, там вы поведете за собой, сможете быть лидером, лидером таким эффективным. Так, дальше. Второе. Школьники сдают ЕГЭ на 20% лучше, чем в предыдущем году. В результате того, что они участвуют, слушают вот эти уроки на конкурсе. Учитель года и за счет обогащения содержанием, и за счет, так сказать, долго мы идем, за счет обогащения содержанием, за счет вовлеченности в учебный процесс и так далее. Организаторы конкурса получают продвижение по карьерной линии, все повышают категорию, ближайшие 6 месяцев. И руководство региона считает конкурс, учитель будет полезным для развития региона, и соответствующие отношения у него формируются, и те сформируются к организаторам. И вот, теперь мы можем цели, собственно, сформулировать. И тут я вновь обращаюсь к управленческой технологии, а именно к постановке целей, которые должны соответствовать критериям SMART или смардованным целям. Такой же организм есть у менеджера. Значит, SMART – это аббревиатура, она состоит из пикбук. S – специфай, то есть четко определенные. M – measurable, измеримые цели. R – relevant, уместные цели. Они должны иметь непосредственное отношение к тому, что вы делаете. И тайм, определенные во времени. Вот если переформулировать, мы для себя сформулировали, значит, для кейса моего личного цель, нужен курс по тьютерству в разных средах для магистрантов и слушателей ПКПП в этой области. Если посмотреть более конкретно, сделать цели смартованными, то получится вот такая вот вещь, такая цель. Нужен курс по теме тьютерского сопровождения, который можно освоить в течение месяца, стоимость которого не более 2000 рублей. Курс англоязычный, старт завтра. Но завтра – это значит как можно более рано. В идеале вообще завтра старт. Ну вот это, собственно, мы с вами в условиях кейса. Задавайте мне, если нужно, вопросы, я вам отвечу с удовольствием. Итак, вот мы поставили цели. А теперь нам нужны критерии. По каким критериям мы будем искать тот образовательный продукт, который нас устроит. Посмотрите, какие критерии. Исходя из того, что менеджмент, берем менеджерские критерии. А в области менеджерской деятельности – это маркетинг, финансы, операции, управление человеческими ресурсами. Итак, первое – маркетинг. Мы берем курс откуда? Из числа самых лучших. Ищем цифровую лигу ключа, и там курс ищем. Или важен не столько статус курса, статус разработчика, сколько важна нам тема. Например, нужен нам курс по губчейну. У нас вполне устроит курс, как бы от вестеха тоже. Так, это отдельный курс или это специализация? Это программа? Нет. Или это отдельный курс? Можно ли зачесть этот курс в счет обучения поступления? Я хочу сказать, что у нас уже свершилось. На самом деле сейчас, по последним моим данным, на Питерском политехе, я имею в виду политех Петра Великого, значит, они при поступлении будут засчитывать те онлайн-курсы, которые прошли ребята, кандидаты. Извините, пожалуйста. Условия. Усложная работа, извините, пожалуйста. Итак, прошли кандидаты до момента поступления. Эти курсы будут зачитываться. Важен ли университет-разработчик? То есть обязательно вы хотите цифровой лигой плюща? Или университет-разработчик, конкретный разработчик? То есть смотрите, если у вас на предыдущих вебинарах, я говорила, что, вот, так сказать, перечисляла, допустим, обязательно это должен быть Массажирский технологический институт, скажем так. Или это, так сказать, вам просто ближе концепция обучения, допустим, физтеха. Или это может быть, так сказать, то есть бывает просто особенно в медицине, мне кажется, такие вот школы, это вам нужна ли вам научная школа определенная. И рейтинг курса, потому что рейтинг курса, лучшие курсы выявляются каждой, каждой его, на самом деле, месяц, лучшие онлайн-курсы выявляются каждый месяц, и вы можете рейтинг курса совершенно свободно сейчас узнать. Так, теперь критерии по операции, операционной деятельности. То есть что предстоит сделать? Значит, нужен ли обязательство, то есть как, собственно, касается того, как вы будете обучать, что будет делать руками, там, головой. То есть курс сам может изучаться именно с ноутбука или можно с мобильного. Пропускная способность ваших каналов достаточно. Это должен быть массовый онлайн-курс, то есть без преподавателя, без вебинаров. Или это дистанционный курс, какой-нибудь вебинарный. Продолжительность этого курса, недели, две, четыре, как мы увидим. Как проходят экзамены, как это тест, это какое-то творческое задание, проект. Легко ли с этого курса слететь? То есть насколько жесткие дедлайны? Если там мягкие дедлайны, жесткие. Если слетел, как восстановиться? Язык важен вам? Это обязательно русский или вы можете еще на английском, на китайском? Почему нет? Так сейчас бывает. Режим занятий. Сколько вообще этих занятий? Какова их продолжительность? Если этот курс какой-нибудь вебинарный, то или проводятся какие-нибудь твистер-сессии, синхронное общение какое-то предполагается, то разница во времени какова? Я в свое время, когда училась на курсере, то я очень страдала от того, что приходилось вставать в шесть часов, потому что проводились непосредственно твиттер-сессии синхронного общения, со студентами, с преподавателями тех университетов, университет-разработчиков, авторов, идущих. Потому что это все были американские университеты. Вот такие вещи. Теперь критерии по финансам. Сколько и за что придется платить? За доступ к контенту придется платить? Помните, у нас был, если вы постоянно посещаете вебинары, моя на Директ Медик, у нас был очень такой насыщенный вебинар по монетизации массовых онлайн-курсов. И там мы очень много говорили, там замечательные данные я собрала, мне самой очень нравится, потому что сколько за что платишь, обучаясь на онлайн-курсах. По крайней мере. Так. И там я вам рассказывала, что сейчас монетизироваться можно очень по-разному. Можно платить за контент, за задания. Полностью бесплатных курсов практически не стало, вот к моменту начала пандемии, практически не стало. Потому что приходилось все-таки платить за сертификат, как правило. А вот к началу пандемии стало намного больше этих курсов. Стало намного больше бесплатного материала. Вот я вот написала, есть ли акции, скидки. А сейчас их очень много. Ковид он привел к тому, что действительно стало очень много недорогих доступных заданий. Вот за что-то, собственно, придется платить. Есть ли финансовая поддержка? Это financial aid. Если вы находите курс, посмотрите, там очень часто она есть. С вас просто не берут эти деньги. Финансовый выхлоп от обучения, какой будет для вас лично, для чего вам нужен курс? Для того, чтобы перейти на новую позицию, более высокооплачиваемую, в частности. И когда в случае чего отобьются ваши инвестиции в это образование. Критерии, так сказать, выбора вашего образовательного продукта для освоения с точки зрения человеческих ресурсов. Будет ли там участвовать в курсе какое-то сопровождающее лицо? Вот, например, на курсах из тех это менторы, они их так называют, они их готовят. На Курсере это тоже бывает, только я не помню, по-моему, кураторы Курсера. Это такие лица, которые, это не преподаватели, не автор, не разработчики, не ведущие курсов, это их помощники. Они могут вести блоги, в смысле, они могут участвовать в обсуждениях, проводить дополнительные занятия. Конечно, политика, она везде бывает разная по-своему, но суть, собственно, в том, что ментор, он же тьютер, это бывает в рамках, на онлайн-курсах, это тот, кто помогает тебе, помогает студентам ориентироваться в ситуации, тоже принимать какие-то решения вовремя, соответствовать критериям и так далее, начать вовремя сдавать работу. Нужен ли вам такой куратор при выборе? Потом, контакты с автором-разработчиком реальны на этом курсе? Смотрите, когда массовый онлайн-курс запускается впервые, то там, как правило, разработчик присутствует. Ему самому интересно посмотреть, как воспринимается его курс. Это могут быть очень ценные контакты, потому что разработчики курса это профессора университетов. Я, например, когда пошла на курс интернет-вещей на портале FutureLearn, это британский портал, то я переписываюсь по поводу курса с профессором, разработчиком этого курса, молодой профессор из колледж Лондона. Он издал книгу, мы с ним по этому поводу переписывались. Массовость курса, она важна для вас? Для исследования и установления новых связей это, как правило, важно. Другое дело, что сейчас массовость курсов стала не такой большой, как была раньше. По 100 тысяч человек там сейчас не учатся. Там максимум несколько тысяч лучше. Дальше. Итак, вот у нас есть критерии. Что мы дальше делаем? Как мы ищем собственную лайн-курс? Поиск. Вариант первый. Сначала мы заходим на площадку агрегатора. По порталу агрегатора. Вот самый мощный агрегатор, надежный в онлайн-курсах это класс Central. Я про него уже много рассказывала. Он существует в 2013 году. И очень много аналитики, собрана информация об очень-очень большом количестве онлайн-курсов, которые предлагаются во всем мире. Они захватывают более 50 глобальных, региональных, локальных образовательных порталов, в том числе и наше НПО. И вплоть до совсем как у маленьких. И размещают информацию о онлайн-курсах, которые и вообще в мире есть. Вот координаты этого портала. Забиваем и забиваем в поисковик. Там есть поисковик на глаз-центре в том, что вас интересует. Меня интересовало, я забила туда, поскольку курс для магистратуры по тьютерству прежде всего, я забила туда два, тьютер и тьютер. На самом деле, как я это неоднократно повторяла, курсы вот так напрямую по тьютерству в онлайне найти достаточно сложно. Тьютерство как функция может называться очень по-разному. Это может быть ментор, это может быть куратор, это может быть наставник, это может быть ассистент студента. Очень по-разному может называться. И результат, который я нашла по запросу тьютеринг, это куда-то у нас девалась, ушла куда-то указка. Дальше попробуем. И вот она. Спасибо. Ведущий мне вернул указку. Мы нашли курс, который так и называют, он называет использование перекрестного тьютеринга для улучшения студенческих навыков чтения у учеников, у школьников. Замечательный собственно курс, но, к сожалению, там вот такое было объявление, что the course may be unavailable курс может быть недоступен, потому что он уже снят с с платформы с этой, он больше недоступен на этой платформе. Видите, как сложно найти курс по тьютерству. То есть не сработал такой прямой поиск в лоб, не сработал. Не огорчаемся, используем вариант второй. Смотрим по категориям. Смотрим по категориям, как правило, очень много, вернее, крупных категорий, как правило, штук 10, категории курсов на том или на том же портале класс-центра. Видим там курсы по личному саморазвитию, по гуманитарным наукам, обучение, преподавание. И в результате начинаем рыться в этих категориях. И в результате я нашла, что курс Learning Online Study and Reflecting, то есть обучение в онлайне, собственно, учеба и рефлексия. Курс от университета Лидса на портале FutureLearn, британский портал. Что мы дальше смотрим? Смотрим на отзывы. Там всегда есть отзывы. Курс, видимо, достаточно не очень сильно востребован. Мы видим, что отзывов только семь. Правда, это не является жестким показателем качества совершенно. Хотя университет достаточно известен. Университет Лидса в Англии, он очень такой хорошо у него высокие позиции в рейтинге британских университетов. Что мы смотрим? Что мы видим дальше? Бесплатный контент, но сертификат стоит 34 фунта. Это где-то 2-2,5 тысячи. Сейчас чуть больше, 2,5. Учеба длится две недели, трудозатраты два часа в неделю, то есть не так много. Доступен он постоянно. Целевая аудитория первокурсники, но содержание этого курса нас устраивает. И вроде бы вот у нас получился такой комплекс показателей, по которым можем судить о том, правильно мы выбрали курс для себя или нет. Бесплатный хорошо, сертификат не очень хорошо, бесплатный не очень хорошо, но может быть надо посмотреть, есть ли акции в связи с пандемией. учеба не требует слишком больших затрат времени, так доступен курс, постоянно удобно учиться. Если даже слетел, можно тут же начать снова. Так не снова начать, а продолжить. Ну да, он все равно доступен, опять зашел, опять учишься. Правда, целевая аудитория немножко другая, но содержание нас устраивает. 7 отзывов, вроде не так много, но из них 5, то есть 70 процентов. Это курсы, это очень положительные отзывы. Итак, минуточку. Дальше еще одна технология, это свод анализ, тоже управленческая технология. Знаете, подробно я прервал освещение на какое-то время. Итак, свод анализ. Свод анализ это очень известная технология, которая применяется таким образом. Составляете матрицу, матрицу свод анализа данного курса. свод анализ можно применять лично каким-то идеям, каким-то продуктам образовательным, можно применять собственно к организации, практически ко всему. Алло, что-то со звуком, коллеги, восстановилось ли вещание? Пожалуйста, плюсики дайте, звук есть, отлично, спасибо. Все хорошо. И вы пишете, в смысле составляете, матрица состоит с четырех квадрантов, два на два, здесь у вас внешняя среда, внутренняя среда, то есть свойства того продукта, почему вы пытаетесь применить этот анализ, а здесь те возможности угрозы, которые исходят из внешней среды, связи с которые имеются во внешней среде в контексте использования вот этого продукта. То есть у нас вот курс есть, мы выбрали вот этот курс, как он называется у нас, вот он, learning online, то есть учеба онлайн, учеба онлайн, сама учеба и рефлексия. Там рефлексия очень важна здесь для тьютеров, поскольку это профессия, где постоянно используются. Так, если действительно у кого-то что-то не слышно, пожалуйста, попробуйте обновить страницу. Итак, внутренняя среда, то есть свойства этого продукта, давайте рассмотрим. Здесь рассматриваются сильные стороны и ограничения, то есть по-английски это strengths, weaknesses. Это первые две буквы в аббревиатуре, соответствующие названию данного курса. Это хороший язык. Для меня хороший язык, я имею в виду на фьючеллен, очень хороший английский. Это британский портал. Это не только носители, это как бы изначальные носители, потому что курсе портал американский. EDX это портал американский, то есть большинство глобальных порталов, они американские, то есть разработок курса от американских университетов язык там все-таки американский. Когда сравниваешь курсы на фьючеллен и на курсере, очень это ощущается. Для тех, кто хочет освоить английский на очень хорошем уровне, это конечно фьючеллен. Англоязычные курсы на фьючеллен. Для меня фьючеллен как раз курсы на фьючеллен как раз источник хорошего языка. Можно к этому по-разному относиться, но я многократно повторяла, что языковый барьер его высоту сильно переоценивают. Этот языковый барьер можно очень хорошо преодолеть, причем постепенно, без особого напряга, изучая курсы на английском языке в качестве хорошего ресурса. Я рекомендую фьючеллен, там язык действительно очень качественный. Итак, хороший язык. Еще что мы про него знаем? Уместное и полезное содержание. Уместное и полезное соответствует нашим целях. Сроки запуска завтра он постоянно вернее доступен. Даты экзаменов тоже нас устраивают в течение двух недель. Трудозатраты небольшие. Хорошие отзывы, 70% хороших отзывов. Курс бесплатный практически. Контент курса бесплатен. Так, какие ограничения здесь есть? Нет ли, собственно, сразу про тьютерс? Он про другое. Он про важность рефлексии в обучении онлайне. На самом деле нас это очень заинтересовало. Пусть не для магистрантов, а все-таки для первокурсников. Не новый курс. По нему мало отзывов. Отзывы, как правило, оставляют те, кому курс сильно понравился. Или кому он сильно не понравился. С одной стороны, мало отзывов. Это может быть и хорошо, и плохо. Само по себе это мало о чем говорит. В этом надо смотреть, сколько отзывов, а долю хороших. Мы об этом еще скажем. Платный сертификат. Это тоже ограничение. Так, теперь посмотрим, какие возможности, какие грузы, потребности есть во внешней среде, если мы начнем этот курс, во внешней среде, это значит, если мы начнем применять этот курс, изучать. Что мы получим? Здесь, какие ожидания от него, какие возможности он создает, как мы ожидаем. Можно получить, предъявить работодателю, получить, или предъявить работодателю сертификат. То есть есть сертификат можно получить, а показать его либо своему работодателю, который потом можно использовать, писать резюме. И можно взять этот курс, собственно, его изучить и соотнести то, что мы изучаем здесь. То есть он тоже про онлайн обучение, сейчас настолько ленивый не учит, как учиться в онлайне. И соотнести то, что в курсе нам дается от уважаемого университета на уважаемом портале с тем, чему нас очень повысит свою информированность в области принятия образовательных общей. И наконец опасения, они же угрозы. Это то, что контент курса может быть не актуален в Российской Федерации. Особенно в курсе, где задействованы так или иначе какие-то регулирующие документы, это могут быть законы какие-то местные, какие-то локальные или федеральные какие-то законы на уровне в Штатах особенно. То это, конечно, не актуально для России. Текущий момент может быть, но очень актуально в качестве тенденции, куда мы идем. В частности, то, что обучение на онлайн-кульсах может зачитываться с счета академических программ, освоения академических инвестицских программ и более того при поступлении, это тенденция, которая сейчас у нас реализовалась. Итак, следующая технология это проверка на пуле непробиваемости, так называемый негативный мозговой штурм. Вот у вас решение созреть, мы решили обучаться на этом курсе. Что нам может помешать это сделать? Для этого служит технология негативного мозгового штурма, и вот я не уверена, что здесь есть закачать кастинную картинку, будьте добры, напишите мне на почту, я вам пришлю технологию негативного мозгового штурма, проверенная совершенно от серьезного источника. То есть вопрос для негативного мозгового штурма ставится так, что нужно сделать, чтобы провалить обучение на курсе. Если классический мозговой штурм, что формулируется задача, что нужно сделать, чтобы получилось, то для негативного разговора, что наоборот, что надо сделать, чтобы все провалилось. Итак, я попыталась найти такие факторы, которые помешали бы нам обучаться, и получается, что это два фактора. если бы вам отрубили интернет на две недели кабель, как у меня было, я была участницей летнего университета тютерства на Байкале, я тоже приготовила шикарную презентацию, за 15 минут до начала этой презентации выяснилось, что строители дороги просто перерубили своим экскаватором кабель, который шел к этой гостинице, проходил собственно университет. Второе, забыть английский напрочь, что, конечно сложно, сломать все доступные компьютеры и смартфоны, то есть на самом деле очень мало факторов, которые помешали бы нам этот курс освоить. И что мы делаем дальше? Мы обучаемся, а потом мы сравниваем результат с ожиданиями и опасениями с нашими целями и занимаемся тем, что ставим цели на следующий цикл. Вот, собственно, мы и приняли решение образовательное, мы последовали этому решению, мы сравнили результат с ожиданиями опасениями, мы правда не успели порассуждать о том, что такое результативность, что такое эффективность, это очень важные термины, которые вытекают из применения того же системного подхода к любой деятельности, но тем не менее, я уверена, что польза и удовольствия будет от курса, который выбран таким вот способом, если обучить, вот это решение было информированное, да, то есть вы досмотрели все критерии, я поделилась с вами теми технологиями, которые использую я в своем обучении. Так, вот Юлия Александровна пишет, были все-таки ожидания, что если все, так, что будет материал о том, как организовать цифровую среду по своим дисциплинам в УЗИ, с учетом индивидуальных образовательных стратегий студентов, методологии, законодательства, технологии, а не обзор, чужих ресурсов, примешка, шкода, так сказать, ну вы знаете, я и говорила о том, и в индивидуальном образовании, все-таки, я не обещала, я не обещала рассказать вам, как провести индивидуализацию образования в УЗИ, поэтому я использую свой кейс, свое обучение, как кейс, как организовать это в УЗИ, смотрите, вы можете те же самые, как вот эти образовательные решения, та же самая технология, технология принятия образовательных решений, та же самая, у вас будут просто другие ограничения, другие цели, другие возможности, другие ограничения, вот, как организовать, это просто тема другого вебинара, вот, я надеюсь, что все-таки вы для себя лично много чего вынесете отсюда, идея основная здесь, это то, что управленческие технологии очень хорошо влажатся на образование, поскольку образование, это тоже управление, в определенной мере, вот, собственно, и психологически многие тоже, мы здесь не успели рассмотреть детально, как применять, собственно, технологии творческого мышления, системного, критического, хотя понятно, что если мы рассматриваем альтернативные варианты, то для этого требуется критическое мышление, так, так, спасибо, НТИ, занимается индивидуальными треками, да, сейчас очень многие занимаются индивидуальными треками, да, и вот так как тьютеры, как раз этим занимаются профессионально, принятие решений, так, очень сложный на самом деле навык, и если мы его будем осваивать в образовании, я думаю, что это будет очень полезно всем, вот, и вообще я очень рекомендую использовать эти подходы, так сказать, управленческие, так, Татьяна Викторовна, будьте добры, мы завершили, то есть, заслушивание вебинара, мы можем продолжить, я могу продолжить ответы на вопросы, да, конечно, Евгения Игоревна, так, минуту, вот, тут много вопросов, Вы обещали еще технологию, да, 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 сейчас, Любовь, платформа для поиска курсов по тьютеру, желательно русскоязычные, вы знаете, русскоязычные, вот, сейчас есть национальная платформа открытого образования, там не так давно появился курс от Московского городского университета МГПУ, он называется лучшие педагогические практики, что-то в этом духе, посмотрите, там есть по, там есть тьютерские практики, точно, те курсы, которые вы рассказываете на английском языке, нет, смотрите, вот вопрос о языке, это от Евгении Игоревны, правильно я понимаю, что те курсы, про которые вы рассказываете на английском языке, вы знаете, я, моя задача была найти курс, я могла бы продемонстрировать применение вот этих критериев, выбора того или иного курса, того или иного образовательного продукта, вот, я не нацелилась именно на англоязычное, просто если говорить о вот тьютерстве и, так сказать, о преподавании, вообще о педагогической деятельности в онлайне, вот, то там, конечно, на английском намного больше, там, у нас вот, если говорить одно, но, да, курсы англоязычные, но у них могут быть русские титры, понимаете, у них могут быть русские титры, там могут быть русскоязычные материалы какие-то, привлекаться, вот, и есть, есть курсы, которые про педагогику на русском языке, допустим, от Новосибирского университета на Курсере, в частности, там, курс на группу психологии, значит, как же он называется, как общаться с ребенком, как разговаривать с ребенком, это немножко, вот, посмотрите сами, просто поройтесь на образовательных порталах, зайдите, там, вот, я когда говорила, критерий, язык как критерий выбора, там есть раздел такой, язык, да, и вы отмечаете те языки, на которых вы согласились бы обучаться, то есть не надо не думать, что там все упирается в язык, можете ли вы порекомендовать информационные ресурсы по теме титерского образования, с которым можно познакомиться, изучить опыт организации в этом управлении, значит, у нас есть такой сайт, у нас есть межрегиональная титерская ассоциация, да, у них сайт МТА, зайдите, пожалуйста, туда, там есть раздел библиотека, вот там есть титерские, значит, ресурсы, значит, у меня есть на Литресе книжка, навигатор по образовательным ресурсам, сейчас я, интернет, для титеров и преподавателей, зайдите, вот название книжки, в общий чат ушло, в общий чат ушло, или в этот, в общем, посмотрите, в чате я написала название, почитайте, вот там образовательные ресурсы, для тюдеров и преподавателей полезные, так, иметь опыт организации в этом управлении, так, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, так, изучите опыт организации в этом направлении, направление каком, титерство в цифровой среде, образовательной, это, это тема нашей магистратуры, ну, давайте с вами спишемся на эту тему, это просто непростой такой вопрос, чат не очень, выстратить, как вы оцениваете перспективы титерства в России, в регионах, только по сфере образования, или диапазон, конечно, диапазон самореализации шире, стоит ли делать ставку на эту профессию, как стабильное в продуустройстве и доходах, смотрите, титер профессия становящаяся, с одной стороны это плохо, потому что еще не очень понятно, так сказать, какой доход она может приносить, но эта профессия сейчас очень востребованной становится, потому что образовательная среда стала очень сложной, и требуется кто-то, кто сопровождает вас при навигации в этой среде, и это делают титеры, это касается, титер прежде всего в образовании, это касается любых этапов образования, очень, конечно, перспективный, я считаю, это, конечно, корпоративный сектор, но он просто более платежеспособный, и сектор дополнительно профессионального образования, здесь масса возможностей, также очень перспективный это вузы, вузы сейчас столкнулись с тем, что им тоже нужны титеры, онлайн вузы, вот сейчас Фоксфорд, значит, онлайн подразделение дистанционного образования ведущих вузов России, Ранхикс, Питерский политех, значит, Вышка, они тоже внедряют титеров, как правило, речь идет о титерах, которые в цифровой среде работают тоже, или в основном как Фоксфорд, вот, то есть востребованность у нас достаточно высокая сейчас, и поскольку эта профессия еще так становящаяся, то скорее всего на ближайшие лет, там 5-6, она и востребована и будет, а что будет дальше, сейчас не знает никто, то, что сейчас это все будет стабильно, вот об этом говорить сложно, то, что она востребована, и востребованность растет, это факт. Так, хорошо. Вот, вот я написала в чате, навигатор по образователям высоких курсов интернет для титеров и преподавателей, это и есть на Литрессе. Вот сюда, зайдите на Литрессе. Так, теперь нам с вами нужны, нужна технология калаш. Сейчас я посмотрю. Так. Секундочку. Видимо, вот это я и не скачала. И, по-моему, я еще исследование границ не скачала. Секундочку. Сейчас я просто должна перенести. Продолжение следует... У меня компьютер с некоторых пор, после попытки установить сюда профессиональный офис, он все время пытается запустить этот самый офис. Это приводит к тому, что... Очень сложно бывает некоторые простые с виду вещи делать. Так, сейчас мы с вами загрузим еще и технологию калаш. Вот она. Загружаем. И делаем ее доступной для вас. Вот она сейчас. Сейчас она загрузится и станет для вас доступной. Отлично. Спасибо большое за ваше терпение, за ваш интерес. Не видите книгу на Литресе? Нет, она есть точно. Она... А, негативный мозговой штурм. Негативный мозговой штурм. Вот если подождет, я вам сейчас негативный мозговой штурм закачаю. Но это потребует времени. Определенного просто. Исследование границ есть, да. Сейчас, секунду. Исследование границ есть, да. Коллеги, я сейчас останавливаю вещание, может быть. Вот по поводу негативного мозгового штурма спешитесь, пожалуйста, со мной. Хорошо? Или, Татьяна Викторовна, как вы считаете, стоит ли нам дальше продолжать наше общение здесь или можно списаться потом? Ну вот, заработала. Спасибо. Спасибо. Так, ну вот сейчас я загружу вам еще и технологию негативного мозгового штурма. Негатив брендсторминг. Значит, технологии, которые я вам рекомендую, это технологии, описанные разработчиками Британского открытого университета. Это очень надежный ресурс, очень надежный источник, поэтому вы можете их использовать. Там есть все необходимые ссылки на разработчиков технологий, на условиях использования. Может ли вы материалы выгрузить в YouTube вместе с видеозаписью? Но это не ко мне вопрос, наверное. Это вопрос к организаторам. Так, что касаемо моей книги на Литресе, это мы сейчас просто с вами найдем. Сейчас я ссылку размещу, чтобы вы не путали. Так. Вот, нашла, да. Сейчас я вам дам ссылку. Вот ссылка на... В чате ссылка на ресурс, на мою книгу. Вот она, на литрессе. Навигатор по образовательным ресурсам интернета. Так, Татьяна Викторовна, я передаю вам слово. Всем большое спасибо. Я уверена, что вы найдете содержание этого вебинара. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.